Нет-нет-нет-нет-нет-нет, Арифов, пожалуйста, пожалуйста, ни сегодня, ни сейчас, ни в этом видео. Никогда, просто. Зачем эти советы? Чтобы не было вот этого даже через 6 лет. Привет, ребята! Меня зовут Арифовна Дима, и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня я решила снять для вас, наверное, самый серьезный ролик на моем канале с очень важной и очень актуальной проблемой. Как адаптироваться подростку в новой стране? Я больше чем уверена, что половина из вас прямо сейчас мечтает переехать в другой город или даже в другую страну, но не каждый задумывается над тем, что его там будет ждать. Также я знаю, что среди моих зрителей есть такие люди, которые только недавно переехали со своей семьей в другую страну, и именно поэтому ко мне пришла гениальная идея, опять-таки, дать вам пару советов, попробовать вас успокоить и зарядить энергией, а главное смотивировать. Потому что когда-то мне именно этой поддержки определенных правил, а главное советов безумно не хватало. И я надеюсь, что я вам помогу. Для начала я решила вам рассказать немножко о своей жизни. Мой отец военный, и именно из-за его работы нам очень часто с семьей приходилось переезжать из города в город, из страны в страну. И именно поэтому я считаю себя и свою семью в какой-то степени гуру по переездам и по адаптированию. За всю свою жизнь я сменила около семи школ за 10 лет обучения. И это были школы в разных странах, с разными людьми, с разными одноклассниками и с разными учителями. И так как я прошла все эти испытания, я более чем уверена, что и вы их достойно пройдете. Конечно, я вам могу рассказать про мой переезд из Памира в Душамбе, из Душамбе по другим городам Таджикистана. Или даже могу рассказать про Иран, в котором я прожила целых три года. Но сегодня я решила вам рассказать про мой переезд вместе со своей семьей в Россию и про мой адаптационный период. Почему именно Россия? Что ж, я проживаю в этой стране уже на протяжении 8 лет. И для меня, для человека, у которого нету постоянного места жительства и он менял страны, как перчатки, это что-то из ряда вон выходящего. Спасибо! Я переехала в Россию вместе со своей семьей в 2013 году, а это значит, что мне было 9 или 10 лет. Мы переехали по программе переселения соотечественников. И плюс этой программы заключался в том, что мы могли получить гражданство Российской Федерации за очень короткий срок. Что, впрочем, мы и сделали. Соответственно, чтобы сделать свои документы, нам нужно было бегать по очень разным местам, в которых делали определенные документы. И эти места находились просто у черта на куличевых. И почти в каждом таком месте нужно было отстаивать километровые очереди, что я просто ненавижу, потому что мое терпение вот такое. Вот такое. И слава богу, что в какие-то места нам нужно было ехать всей семьей, а в какие-то места только родителям. Потому что иногда это было просто невыносимо. Не только из-за этих очередей, но и из-за людей, которые работают в таких местах, в паспортных столб. Думаю, мы все знаем, какие люди там работают и какое отношение иногда бывает к людям. Морально это было довольно-таки тяжело. Бай-бай, у меня так солнечно стало! Из-за всей этой беготни с документами мы очень часто оставались с моим братом одни. И это был период, когда мы много грустили. Скучали по своим сестрам, по родственникам, по одноклассникам и по своим друзьям, которые остались на родине. Я помню, что я очень часто психовала и плакала. И как бы родители нас не подбадривали и не поддерживали, казалось, что ничего не помогает и выхода просто нет. И что так будет продолжаться просто вечно. И именно из-за этой ситуации вытекает мой первый совет. Поддерживайте контакт со своими знакомыми и родными на родине. Есть один простой факт. Человеку важно осознавать, что он не одинок в этом мире. А подростку в период взросления это в тысячу раз важнее. На тот момент мне действительно было важно услышать своих сестер и не своих родственников. Потому что их поддержка мне была нужна и важна как никогда. Но, к сожалению, на тот момент у меня не было никакого доступа в интернет. Нет, серьезно. Никакого Wi-Fi, телефона или компьютера. Компьютер у нас появился позднее, но и это не помогло ситуации. Так как мы с братом вообще не знали, что существуют какие-то там социальные сети и что в них можно поддерживать связь со своими родственниками. И вот наступает, по-моему, середина февраля и мы получаем РВП. Это такая справочка, которая позволяет вам легально устраиваться на работу или ходить в школу. Что-то в этом роде. Я не очень шарю в этом. Ну, короче, эта справка нам позволила с братом пойти наконец-таки в школу. И вы просто представить не можете, каково было мое счастье от того, что я понимала, что не надо больше сидеть дома. И знаете что? Я абсолютно забыла, что я нахожусь в чужой стране, собираюсь идти в чужое место, в середине года, еще и с минимальным знанием русского языка и с кардинально отличающейся базой знаний. Однако я была так мотивирована, что эти мысли ушли куда-то там на 20-й план. Итак, мой первый день в российской школе. И тут сразу мой второй совет. Максимальная акроссия для постижения нового опыта. Сейчас я хочу сказать, что я так благодарна той 10-ти или 9-ти летней Надиме, которая не боялась почти ничего. Я вошла в класс вместе со своей мамой. Мы познакомились с моим классным руководителем, и она посадила меня на первую парту. Мои одноклассники начали перешептываться, не стесняясь разглядывать меня. Но меня на тот момент это просто ни капельку не смущало, потому что я к этому настолько привыкла, так как это была уже моя пятая школа, которую я сменила. Я сижу, никого не трогаю, оглядываюсь по сторонам. И смотрю, ко мне подходит и садится со мной моя одноклассница, очень мило улыбаясь. И начинает меня спрашивать, как меня зовут, откуда я и так далее. И кто же знал, что именно эта милашка будет, чем создать мне слишком много головной боли. Но я правда благодарна этой девочке за этот первый шаг и этот нью-й жест, потому что после того, как она ко мне подсела, вокруг меня собралась толпа моих одноклассников. И каждый меня спрашивал, как меня зовут, откуда я, почему я переехала в Россию, и такие базовые вопросы задавал. Моему счастью не было предела, но, к сожалению, это счастье длилось всего лишь одну перемену. Узнав обо мне всю информацию, которая им, видимо, была нужна, возможно, им этого хватило, и именно поэтому на второй перемене ко мне не подошел никто. Я уже говорила, что я на тот момент почти ничего не боялась, и поэтому я начала подходить ко всем сама. Я подходила и спрашивала об их интересах, о кружках, которые они посещают, о каких-то секциях, о их хобби, о музыке, о фильмах. Просто все, что их интересовало. И таким образом я делала для себя какие-то выводы. Убила я на то, чтобы понимать моих одноклассников и сверстников, их подколы, их шутки, какие-то издевательства и все такое. Целый месяц. И отсюда следует мой третий совет. Выучи молодежный сленг. Действительно важно научиться общаться со своими сверстниками не на их языке просто, который все знают, а на молодежном языке. Возможно, это звучит сейчас для вас очень наивно, но это правда. Мне с этим было достаточно тяжело, потому что я все делала, исходя из собственного опыта. А у вас же сейчас есть доступ в интернет. И вам стоит загуглить молодежный сленг в венном городе. Или подписаться на кучу групп, как в ВКонтакте, так и в Инстаграме. И вы уже буквально через три дня начнете понимать абсолютно все, что творится вокруг вас. И именно эти действия дадут вам возможность поближе узнать своих друзей и найти к ним подход. И несмотря на то, что со временем все приходило в норму и я уже даже пошла в колью, адаптироваться мне не удавалось. И на тот момент моя ошибка катастрофическая. Номер один. Я все держала в себе. И даже со своей мамой, буквально моей лучшей подругой, я не могла ничем поделиться. Потому что я понимала, что у родителей и так хватает забот. И я тупо не хотела, чтобы они еще и переживали обо мне. Поэтому все в себе. И чтобы ты не допустил этой ошибки, я даю тебе совет номер четыре. Не бойся иногда дать тебе возможность погрустить и дать выход чувствам. Понимаете, человеку свойственно менять свое психологическое состояние и поддерживать его доступными средствами, вроде книг, фильмов или музыки. Особенно, если эти средства напоминают вам о родине и любимом доме. Так как школа занимала всего лишь половину моего времени, остальную часть я просто проводила дома. Я читала, делала домашку, помогала маме по хозяйству или просто тупила, смотря телевизор. Напоминаю, интернета у меня все еще не было, слава богу, наверное. Но вы даже представить не можете, как я жалею о таком времяпрепровождении. Потому что у меня была возможность заняться вокалом или танцами или рисованием. Но, к сожалению, я этого не сделала. И поэтому, мой пятый совет. Саморазвивайтесь, ребят! Ищите и находите свое хобби. В каждой российской школе есть кружки и секции. Не бывает как бесплатной, так и платной. Выберите то, что вам действительно будет интересно и то, на что вы не пожалеете свое время. Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы все отдала ради своего саморазвития. Также в свой адаптационный период я очень часто сталкивалась с тем, что не сходилась во многих темах, во мнении со своими друзьями на тот момент, одноклассниками и учителями даже. То есть я абсолютно не хотела воспринимать чужую точку зрения, а тем более мнение. Обычно у меня была реакция что-то типа, но меня же учили по-другому. Почему так, если с детства мне говорили вот так? Это происходило со мной 24 на 7. Поэтому мой шестой совет. Научись понимать и принимать менталитет народа в стране, в которую ты переехал. Конечно, у тебя уйдет не один месяц, чтобы прийти к самому простому выводу, что та же самая Россия это абсолютно другой мир и совершенно другая цивилизация. Ну а если ты, например, так же как и я из Центральной Азии, будь готов к тому, что наш менталитет будет очень отличаться от менталитета российского народа. И прими сразу к сведению и не допусти мою ошибку номер два, последствия которой я разгребаю по сей день. Не будь белой вороной. Не стройте из себя воспитанных людей, супер правильных или супер скромных. Но помните, что черту переходить тоже не стоит, потому что свое лицо сохранить не менее важно. А свой менталитет, свое воспитание и скромность вы всегда можете показать дома. Своим родителям, своим сестрам и своим братьям. Или же поехать на родину и показать то, что переехал в другую страну, никак на вас не повлиял. Как я уже говорила ранее, я не хотела принимать чужую точку зрения. И скажу честно, я это делаю и по сей день. Меня не волнует чужое мнение. Меня волнует только обоснованная критика. Однако я никогда не позволяла себе истериками, криками, ссорами и спорами доказывать что-то с пеной у рта. Во-первых, это бесполезно. А во-вторых, у меня в голове была установка. Ты права, и ты это знаешь. Не меняй чужое мнение. Это их мнение. Тебя оно не касается. Я думаю, вы догадываете, что отсюда следует мой седьмой совет. Спокойно реагируй на шутки или странные вопросы. Ты должен понимать, что если ты начнешь бесполезный спор и начнешь затрагивать такие темы, как политика, религия или национальность, в принципе, эти темы вообще не стоит затрагивать, если честно. То ты никогда не вылезешь из этих споров, так как этим спором не будет конца и края. А по итогу ты просто изведешь себя и свою психику. Просто осознай, что у каждого человека есть его право, выбор и взгляд на жизнь. И ты не имеешь никакого права осуждать его. Мой любимый совет номер восемь. Не воспринимай все близко к сердцу. Не позволяй тяжелым ситуациям в твоей жизни ломать тебя. Ты просто этого не заслуживаешь. Поверь мне, сейчас ты паришься над проблемами и ситуациями, о которых ты не вспомнишь буквально через три недели или через месяц. Они правда не стоят потраченных нервов и изведенной психики. Ну что ж, и последнее по счету, но не по значению и важности, мини-советы, которые тебе очень помогут при переезде в другую страну. Всегда имей с собой деньги на карманные расходы. Потому что здесь нет такого, что кто-то будет платить за тебя или угощать тебя. Тут просто так не принято. Это не Азия. Здесь не будет ситуации типа Запомнить. Если вас пригласили куда-то один раз и вы отказались, вероятность того, что вас пригласят второй раз равна нулю. Не отмалчивайтесь, когда вас о чем-то спрашивают. Это отталкивает. Не останавливайся и всегда иди к своим целям, так как тьма всегда останется позади. Не закрывайся в себе и настройся на оптимистический лад. Не дай загнобить себя. Буллинг никто не отменял. Хотя статистика показывает то, что в России буллинга намного меньше, чем в той же самой Америке. Не думай слишком много о мнении людей, потому что их твое мнение еще меньше волнует. Никогда не опускай руки и всегда напоминай себе, что ты всего добьешься, потому что ты в себя веришь. И я. Я в тебя очень верю. Ну что ж, ребята, мое видео подходит к концу. И я очень надеюсь, что сегодня я помогла некоторым из вас. И, возможно, вы можете помочь своим друзьям, зная, что они в такой тяжелой ситуации. Просто отправив им это видео, чтобы они понимали, что они не одни и что через это можно и нужно пройти. Это делает нас только сильнее. И я очень надеюсь, что эти советы были полезны как и вам для вашей будущей самостоятельной жизни, так и людям, которые сейчас в этом нуждаются, как никто. Так что не забывай ставить лайк, подписываться на канал и включать колокольчик. Ну а я обнимаю каждого, обожаю каждого. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok